Я приветствую всех, дамы и господ, которые сблаговолили посмотреть это видео, в котором мы уже будем с вами смотреть, как правильно и грамотно установить локальный сервер Denver. Вы, надеюсь, его уже скачали с официального сайта Denver. Это я вам показывал уже в прошлом уроке. И, в общем, после того, как вы его скачаете на рабочий стол, у вас появится такая вот папка с названием Denver3.exe. Это файл установщика программы. Ну, вначале, как вы догадываетесь, нам нужно просто нажать два раза на эту папку. И тут нас просят, действительно ли мы хотим установить базовый пакет. Мы нажимаем «Да, хотим». У нас идет теперь небольшая такая загрузочка. Подождем. После того, как она у нас пройдет, у нас появится такое черное окошко, которым нас просят закрыть браузер. А браузер этот называется Internet Explorer. Он тут загружается автоматически. И для продолжения нам нужно лишь просто его закрыть. Поэтому я закрываю его. Далее нас просят нажать Enter для продолжения, либо же нажать Ctrl Back. Ну, мы идем дальше, нажимаем Enter. И теперь нас уже просят назвать будущую папку, в которой будет храниться этот наш локальный сервер. Для начала нужно указать диск, на который мы будем его устанавливать. Обычно этот диск C, поэтому вот я нажму C, далее двоеточие. Потом мы ставим обратный слэш и называем уже как-нибудь по-своему тот будущий локальный сервер, который будет вот на диске C у нас храниться. Ну, давайте я назову просто TestServer, так как я его все равно потом удалю, потому что у меня уже есть этот сервер. Все, после того, как вы назовете ваш будущий локальный сервер, каким-нибудь именем, нажимаем Enter. И теперь нам нужно лишь только подтвердить то, что действительно ли мы хотим в диск C папку TestServer этот Denver установить, в общем, в эту директорию. Тут просто нажимаете Y и опять же на Enter. И еще раз на Enter. Тут, как вы заметили, постоянно нужно только успевать нажимать на Enter. Далее теперь нам нужно назвать какой-либо буквой этот виртуальный диск. Тут абсолютно можете любую букву какую-нибудь поставить. Давайте я назову буквой T и нажму на Enter. Тут нам говорят, что сейчас будет произведено копирование файлов в директорию C тестServer. Для отмены опять же можно нажать Ctrl-Back, но мы ничего отменять не собираемся и нажимаем снова на Enter. Теперь мы видим, что копируются файлы и нас просто просят подождать. Поэтому давайте я тут нажму на паузу, так как она занимает довольно-таки продолжительное время. Это установка копирующихся файлов. Теперь далее, после того, как мы все-таки дождемся окончания этих копирующихся файлов, тут нам Denver уже предложит один из двух вариантов. В общем, это два варианта работы этого Denver. Первый, это когда у вас при загрузке операционной системы уже, как бы он будет подгружаться, этот ваш диск, этого сервера. А есть второй вариант, где вы уже, как бы, запустите свою операционную систему, включите компьютер, но у вас этот Denver работать не будет. Он у вас будет лишь работать тогда, когда вы нажмете на такой ярлычок, который у вас будет называться Start Denver. И после этого вы уже можете в нем работать. И вот поэтому мне второй вариант как-то поудобнее, так как мне вот не нравится, когда все автоматически уже начинает подгружаться. От этого компьютер медленнее работает и загружается он дольше. Поэтому я выберу второй вариант. А вы, если хотите, то можете выбрать первый. Тогда у вас просто уже не будет необходимости нажимать на Start Denver. Он у вас уже будет включен. Поэтому я выбираю второй вариант и нажимаю опять Enter. Теперь нас просят создать ярлыки на рабочем столе. У меня эти ярлыки уже есть. Если вы, конечно, впервые загружаете этот Denver, устанавливаете, то нажимаете на Y, я нажму на N, так как мне тут еще лишние ярлыки не нужны. Все равно я сейчас после того, как покажу вам, как устанавливать этот Denver, я его все равно удалил, так как у меня уже есть один. Так, нажимаем на Enter. Теперь, как мы видим, загружается браузер Internet Explorer, который нас оповещает о том, что Denver успешно установлен. Тут вот небольшая заметочка есть. Если вы используете программу Skype, то лучше, когда вы устанавливаете Denver, выключайте этот Skype. Так как видите, тут они могут конфликтовать. Тут вам нужно убедиться, что он не занимает порты 80 и 443. В общем, тут почитайте, если вам это интересно. У меня таких конфликтов никогда не возникало. Я вообще Skype-ом редко пользуюсь. Все, я закрываю Internet Explorer. Теперь нам нужно убедиться, что все у нас работает нормально. Для этого я открою Total Commander. Теперь нам нужно перейти в диск C. И вот в этом диске C мы видим, у нас появилась папка, которая называется TestServer. Я ее так назвал. И вот в этой папке у нас находятся все файлы этого локального Denver нашего, локального сервера. Удаляется он точно так же. Просто берете и удаляете эту папку. И тогда у вас все сотрется. Denver он после себя никаких следов в системе не оставляет. Теперь давайте посмотрим, как включается этот Denver. Вы просто заходите в эту папку TestServer. Далее заходите в папку Denver. И здесь вот у нас есть три таких файла, которые первые называются Run, это запустить. Второй называется Stop. А третий Restart. Он перезапускает Denver. Но если вы во время установки согласились с тем, чтобы у вас на рабочем столе были ярлыки этого Denver, то тут у вас появится три таких ярлычка. Они дублируют вот эти вот три файла. Первый это вот Stop Denver. Он устанавливает работу Denver. Второй это вот Start Denver. Он запускает Denver. А третий Restart Denver. Он просто перезапускает. Все, с этим мы разобрались. В общем, после того, как вы нажмете на Start Denver, появится такое черное окошко. И после того, как она у вас, это окошко пропадет, у вас Denver заработает. В этом вы можете убедиться тем, что вот у вас здесь вот внизу в трее появится перышко такое красненькое. И конверт с шапкой такой. Все, это означает, что Denver у вас на данный момент запущен. Вот теперь давайте посмотрим, как создаются сайты на этом Denver, где их нужно создавать, в каких папках. Вот, я вам снова показываю. Заходите в папку TestServer. И теперь уже входим в папку Home. И здесь вот мы видим папку такую Test1.ru. Она существует для того, чтобы убедиться в правильности работы Denver. Для этого просто вам нужно открыть браузер и здесь ввести адрес этого сайта Test1.ru. И вот мы тут видим, что это файл Home.Test1.ru. 3w.index.html. Все, если это у вас появится, то значит, что Denver у вас работает корректно. И все правильно у вас установлено. По такому же принципу вы должны и создавать все свои будущие проекты. В этой же папке Home создаете новую папку с названием вашего будущего сайта, который вы будете тут разрабатывать. Ну, это я, в общем, вам уже показывал в предыдущих уроках, когда мы создавали наш тестовый сайт. Он у меня находится уже в другом сервере. Это вот WebServer. В этой же папке Home мы создавали с вами папку TestHTML, где изучали язык HTML и будем еще его изучать в этой же папке, в этом же сайте. Тут обязательно вам нужно создать папку с тремя W, чтобы вам не нужно было писать тут localhost, там, slash, потом писать имя этого сайта, который вы разрабатываете. А если вот у вас будет папка с тремя W, то вам просто можно написать HTTP, название проекта и все, и у вас будет он автоматически подгружаться. Вот, давайте я сейчас запущу наш тестовый сайт. Он называется TestHTML. Вот, у вас загружается наш учебный тестовый сайт, который вот находится у нас в диске C, WebServer, Home. И вот мы его так и называли, TestHTML. Тут обязательно в нем находится папка 3W. И в этой папке уже складываются все файлы этого сайта. Еще вот я вам могу посоветовать то, чтобы вы свои локальные сайты не называли именем реальных сайтов с окончанием там .ru, .net, так как можно иногда запутаться. Поэтому лучше всегда, либо же просто даете название своему сайту без окончания там, или делаете его с окончанием .log, как вот, например, вот у меня webmasters.log, да. Если я вот его буду запускать в браузере, то я уже его не перепутаю ни с каким там реальным сайтом, который вот называется там webmasters.ru. Так, ну все, наверное, что я хотел вам рассказать в этом уроке. Устанавливать Denver мы с вами уже научились. Если у кого-то возникли какие-нибудь вопросы, либо непонятки, то вы их задавайте в комментариях на моем блоге. Также обязательно вам посоветую подписаться на обновление моего блога, если вам интересна та тематика, о которой я вам тут рассказываю. Ну, в общем, все. Давайте до следующих уроков. Пока. Пока. Пока.